Суббота Акафиста А мы вспоминаем, во-первых, величайшую милость Пресвятой Богородицы, которую она оказала в когда-то городу Константинополю христианскому. И потом, на протяжении истории, Божья Матерь постоянно оказывала и оказывает какие-то милости. И поэтому, что же мы еще должны, как не хвалить Божью Матерь? Вот у нас молитвы делятся на словословные, благодарственные, просительные, покаянные, но на первом месте именно словословные. Это самый такой бескорыстный вид молитвы, когда мы ничего себе не просим, мы как бы забываем про себя, когда, да, вот мы, конечно, каемся, но иногда тоже надо понять, что в какое-то время вот ты просто вспомни про Бога и про Божью Матерь. А да, ты грешен, но не надо тоже выпячивать, вот я грешен, я грешен. Ты вспомни Господа и Божью Матерь, которая заботится о тебе. И не всегда нужно просить Божью Матерь, да, мы благодарим ее, это вот благодарственные молитвы, когда Пресвятая Богородица в чем-то нам помогла, а иногда нужно просто ее словословить, восхвалять, просто за то, что она есть, за то, что она именно Матерь Божия, ибо Сам Господь, неизреченный, всемогущий, Который весь есть любовь, Он пришел в наш мир, родился как человек, Иисус Христос даровал нам Евангелие, умер за нас на кресте и воскрес. И вот сама Божья Матерь, она всегда при этом в тени. Вот в Евангелии она в тени, даже когда какие-то чудеса, она тоже как-то стоит скромно в стороне, и это такое вот материнское смирение. Поэтому за это и нужно ее особенно восславить. «Благодарим Тебя, Пресвятая Владычица наша, Царица Небесная». А, собственно, событие субботы Акафиста – это 626 год, когда город Константинополь был охвачен, буквально окружен врагами, и на самом деле решалась судьба Византии уже в то время. И это сейчас мы знаем и понимаем, что Византия, она продержалась вплоть до 1453 года, то есть фактически еще 800 лет с лишним. А в то время Константинополя могло просто-напросто не быть, потому что в империи проходили внутренние такие вот потрясения, пришел к власти император Ираклий, который, кстати, конечно, был хорошим таким, может быть, военачальником, но в плане православия он не очень-то был устойчив. И он уезжает на восток, чтобы воевать с перцами, и вдруг неожиданно сами перцы оказываются возле Константинополя, а с западной стороны подходят еще различные варвары, в том числе скифы, и считается, что и языческие племена славян тоже вместе со скифами подошли к Константинополю. И вот город охвачен со всех сторон, окружен врагами. Если бы он развалился, то все. Не было бы крещения Руси, а может быть, и было бы, но уже по другим путям промысла Божия. Но всякое такое падение православной державы – это для нас только скорбь и печаль. И вот православные жители Константинополя обратились с молитвой к Пресвятой Богородице. И патриарх Сергий, он с иконой Влахернской, иконой Божией Матери, считалось, что это тоже вот та икона, которая была по преданию написана Евангелистом Лукой, он с нею обошел вокруг города таким крестным ходом. И мы знаем, что во время бедствий всегда предстоятели и иерархия, они совершают крестный ход. И надо сказать, что в нынешний, 2020 год, наш святейший патриарх Кирилл именно в этот день, в субботу Акафиста, точнее, в накануне, вечер пятницы, совершает крестный ход с иконой Божией Матери умилений вокруг города Москва, чтобы отступила от нас эпидемия вот этой коронавирусной инфекции. То есть и сейчас такое время, когда мы обращаемся с особой молитвой именно к Божией Матери и читаем ей вот этот знаменитый Акафист, написанный в те далекие времена, потому что к кому нам еще обращаться, как не к Божией Матери. А икона умиления, с которой святейший патриарх Кирилл объезжает вокруг города Москвы, это икона преподобного Серафима Саровского. Он молился перед этим образом. И самому преподобному Серафиму, как мы знаем, Божья Матерь являлась неоднократно. И вот поэтому икона умиления – это в каком-то смысле особая икона, на которой почитает особая благодать Божией Матери. Так что и мы ныне тоже не оставлены Царицей Небесной. Но и в тот год, 626-й, после крестного хода, явлена была особая помощь Божия. И буря потопила суда неприятелей, враг отступил, город был спасен. Именно тогда написан был вот этот знаменитый кондак Божией Матери, «Взбранной воеводей победительны, яка избавшися от злых, благодарственны, восписуем тиробитвой Богородицы, но яка имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовемте, радуйся, невеста неневестная». Впоследствии был дописан, дописаны следующие песнопения, составившие знаменитый нам Акафист. И поскольку спасение города Константинополя пришлось как раз вот на субботу пятой седмицы Великого Поста, то с тех времен вот этот день, он особо выделяется в церковном году. И мы обращаемся к Божьей Матери, чтобы она не лишила нас своей материнской заботы. Вот я вспоминаю, как рассказывал мой духовник, архимандрит Илья, он в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, смотритель патриарших покоев, он рассказывал про свое духовное чадо Лидию Муравьеву. Она, будучи простой вот девушкой, когда жила в Сергиевом Посаде, упала, ударилась грудью, там образовалось такое вот затвердение, потом стала развиваться онкология, потому что она вовремя к врачам не обращалась. И в итоге ей говорят, это еще было в советское время, ей говорят, что вылечить тебя невозможно, хотя ей делали операцию, но ситуация оказалась с точки зрения земной безнадежной. И тогда вот она, будучи в палате больничной, она стала молиться и говорит, вот Господи, почему же со мной такое происходит, ведь я же всегда, Господи, в тебя верила. Почему мне это попущено? И вдруг ей как явился образ Божьей Матери, ей сама Пресвятая Богородица явилась, она говорила, что так, как изображается на Казанской иконе. И она говорит, Лидия, почему ты отчаиваешься, ты вовсе не оставлена, Господь никогда тебя не оставлял. На этом видение закончилось. Как правило, Божья Матерь и вообще святые небожители, они в видениях не очень много говорят, но их слово является таким кратким, но точным ответом. И вот после этого отец Илья совершил соборование этой девушки Лидии. А соборовать в советское время было очень непросто, но они тайно очень рано после братского молебна, примерно около шести утра, в Михеевской церкви совершили соборование. Присутствовала еще мама и сестра вот этой Лидии. После этого отец Илья благословил ей причаститься три раза. Вот она причащается первый раз святых тайн. Мама приходит к отцу Илье, говорит, что нет, еще все как было, так и есть. Второй раз она причастилась, тоже никак. А после третьего она прибегает и говорит, что Лидия совершенно исцелилась. Произошло настоящее чудо, у нее прошла эта болезнь. После этого она ездила, показалось, врачам, которые ее лечили. Те даже не ожидали, радовались, хотя были ли они верующими, это большой вопрос. Но достаточно быстро Лидия вышла после этого замуж за семинариста. И у них родились дети. Вот кто-то из них, насколько мне известно, тоже стал священнослужителем. Но здесь мы видим, что Божья Матерь, она никогда нас не оставляет. Она наша заступница, и поэтому где бы мы ни находились, какие бы горести к нам ни подступали, мы всегда можем обратиться именно к ней, но иногда нам надо просто отложить свои вот эти вот корыстные просьбы и поблагодарить и прославить саму Царицу Небесную. Вот суббота Акафиста или похвала Божией Матери, об этом нам и напоминает, что надо просто вот сказать «Слава тебе, Царица Небесная, за то, что ты вообще есть», что ты держишь свой покров над нами, что ты заботишься обо всех нас, и пусть вот эта вот искренняя сердечная молитва, она восходит как фемиам к небесам, и такая молитва, она как авелевы дары, особенно цена пред Господом. Дорогие братья и сестры, всех вас с этим сердечным праздником. Еще хочется вспомнить, что суббота Акафиста, она находится между двумя такими удивительными днями. Это стояние Марии Египетской и неделя, посвященная опять-таки Марии Египетской. А почему так? И это, может быть, тоже не случайно Господь так вот устроил. Почему? Потому что именно Божия Матерь вразумляет Марию Египетскую и становится ее первой такой вот в каком-то смысле духовной наставницей. Вот помните, когда Мария Египетская пыталась войти в храм Воскресения и какая-то чудесная сила, ей непонятно еще, останавливает ее, так что она не может войти вместе со всеми, приложиться ко Кресту Христову. И потом она, поднимая от глаза, видит икону Пресвятой Богородицы и молится, со слезами кается, дает обет перед Божьей Матерью, что уже расстается с прежней своей греховной жизни. А после этого Божья Матерь уже открывает ей и говорит, что вот за Иорданом ты обретешь покой, и Мария переходит реку Иордан, вступает на свой путь такого долгого подвижничества. И как она сама потом рассказывала, неоднократно она молилась именно Пресвятой Богородице, как своей покровительнице, и та помогала ей. Вот Божья Матерь, она заступница кающихся грешников. Мария Египетская была одной из величайших грешниц за всю историю человечества, а стала одной из величайших святых. И стала таковой за счет материнской заботы Божьей Матери. И поэтому у каждого из нас, вот тоже есть какие-то свои великие грехи, но у каждого из нас есть отрада, ибо есть Божья Матерь. Она наша ходатайца, и если мы к ней сердечно обратимся, то она и нам поможет восстать от этих грехов и достигнуть своего удела спасения. Так что не случайно рядом с Днем Марии Египетской мы также вспоминаем и похвалу Божьей Матери. Это говорит нам о том, что от великих грехов мы можем восстать и прийти к спасению благодаря именно Пресвятой Владычице, нашей Царице Небесной. Так что помолимся ей и поблагодарим ее за то, что она не перестает заботиться о нас, грешных. Храни всех, Божья Матерь. Аминь. Продолжение следует...